Вот, девочки, вам минутка финансовой грамотности, что правильно вы говорите, это мышление бедного человека купить там подделку вместо оригинала и тому подобное, там бояться потратить деньги, но, блядь, вы-то и пишите бедные мне, понимаете, которые хотят найти хорошего себе мужчину, ну, богатых таких проблем нет, то уже нашел мужика, то мои советы не нужны, такая правда жизни, поэтому, конечно же, мои, блядь, советы для бедных, что если у вас нет этих денег, для вас это большая сумма, то каковы вы эти деньги, блядь, на сумочку тратить. О, как, Дианка уже нашла себе богатого мужа, теперь для нее все бедные, вот это вообще вы мне тут не читавьте, да, боже мой. А если у вас есть деньги, вы и сами можете себе все позволить, то, конечно, тратьте на здоровье и получайте удовольствие от этой жизни. И вот муж мне сказал такую умную вещь только, что говорит, смотри, если ты общаешься с бомжами, то если ты, блядь, купишь какую-то вещь, которая стоит миллион долларов, эти бомжи тебе, блядь, не поверят, потому что откуда? Они не верят, что ты действительно можешь купить оригинал. То есть, чтобы вы понимали, это она со своими подписчицами общается. А другое дело, когда ты общаешься только с богатыми людьми, у них в голове нет этой мысли, что ты вообще можешь в подделки ходить, понимаете? Вот у меня такое же ощущение, когда стоишь в Дубае, в аэропорту, мне кажется, что абсолютно у всех оригиналов не может человек в Дубае стоять в подделке, да? Хотя это не так, там тоже очень много подделок, они продаются на каждом углу. И другое дело, когда я лечу в Турцию, и блядь, я не могу поверить, что у кого-то оригинал, потому что Турция это столица подделок, и мне кажется, вот абсолютно все поголовно в подделках стоят. Мне одна девушка написала, что ну Диана... Смотрите, ребят, то есть она говорит, надо общаться только с богатыми людьми, типа, смотрите, она для чего-то в ТикТок выходит, зачем она вообще это все выставляет на показ, то есть она же с бедными общается, зачем, с девчатами, бедненькими, зачем, для чего? А я вам скажу, для чего, ребята, потому что она работает в брачном агентстве и продает подписочки туда платные, ребята, заманивает туда вот этих самых бедных, так называемых, чайчик, чтобы они бабло туда несли. И кто же ты будешь, Дианка, без своих бедных подписчиц? Скажи мне, пожалуйста, смотри, какая пальца веером распустилась, что ты будешь делать вообще? На кривой козе не подъедешь к ней вообще. Ну, подделка же это не оригинал, оригинал совсем по-другому чувствуется и так далее, но это чисто такое навязанное мышление, сейчас каждый блогер об этом кричит, эту навязанную мысль. Я так скажу, что если у вас есть деньги, конечно, оригинал это намного круче, это намного приятнее покупать оригинал, я полностью согласна, но мы тут говорим о том, когда у тебя этих денег нет, что рациональное тебе сделать. И поверьте, от оригинала у вас радости будут, ну, буквально длиться одну неделю, потом тебе похуй на эту вещь становится. А вот образование, да, если оно тебе нужно для дальнейшего заработка, оно с тобой останется навсегда. И если у тебя выбор либо то, либо другое, то лучше все-таки отдать предпочтение в сторону какого-то обучения. Если же ты легко можешь оплатить и то, и то, или мужчина может оплатить и то, и то, то супер. Знаете, так забавно смотреть, когда поддельные чаечки с поддельными душами рассказывают про подделки, типа, о, эта вещь неоригинальна, а где вообще, я что-то не вижу здесь нормальных чаечек, да, вот в частности в Титоке, там, за редким исключением, когда вот они там, знаете, ну, что-то настоящее. Все подделки, абсолютно все. И рассказывать про подделки. Очень забавно за этим наблюдать. Потом мне пишут, а он же мог бы оплатить и сумочку, и образование. А с чего вы взяли, что он мог бы? Одно дело, когда это уже ваш мужчина, так там его и обманывать не нужно. Вы ему четко все говорите, что вам надо, он вам там помогает. Это без проблем. Там его и обманывать уже не нужно. До этого обманывала, а когда он с ней на ней женился, уже обманывать не нужно, да? О! Блин, ну, когда мы только на первых этапах знакомства, да, то вы не знаете еще, на что он готов тратиться, а на что нет. И поверьте, девочки, очень много мужчин готовы тратиться на какие-то вещи, какие-то безделушки, чтобы вы были зависимы от него. Но они никогда в жизни не готовы потратить даже 100 баксов на какое-то ваше образование, либо на какой-то ваш бизнес, чтобы вы смогли в будущем самостоятельно заработать эти деньги. Ой, 100 баксов. Слушайте, к тему подделок еще. Чаечки с ненастоящими титьками, с ненастоящими губами, с нарисованными бровями, с тонами штукатурки на лице, с имплантами в жопе рассказывают про подделки. Я вам еще одну подделку расскажу, ребята. Вот это вот часто все сшивается тоже, гименопластика называется. И они рассказывают про подделки, ребята. Вы представляете? А, это подделка, я это носить не буду. Так ты тоже подделка, я тебя чпокать не буду, ты что? Где твое все натуральное? Где все оригинальное? Где оно все? Это все встроенное, так скажем. Это все сделано, это ненатуральное. О, как забомбит сейчас у чайчик. Ой-ой-ой, кошмары. У нас есть знакомая семья, там у мужчины доходы около 20 тысяч евро в месяц, чистыми уже после всех налогов. И его жена с двумя детьми, она не знает даже немецкий язык. Она толком на немецком не говорит, она никогда в жизни не работала, у нее нет толкового образования, она здесь просто ровным счетом никто. И вот этот знакомый, он моему уже когда-то говорит, тебе очень повезло, что у тебя жена с другой страны, это очень классно, ты можешь делать все, что хочешь, потому что она тебе все простит. Ну, конечно, муж мой понимает, что я далеко не такая, и, как вы видите, сейчас что-то делаю, чтобы тоже в этой чужой стране стать кем-то и быть независимой. Но далеко не всем мужчинам нужна такая женщина. И вот этот друг, богатый у него есть бабки, ему не нужно, чтобы эта женщина работала, чем-то занималась. Ему нравится, что она его никогда в жизни не бросит. Потому что куда она уйдет? Она уже привыкла к хорошей жизни. Да, это тоже немаловажно, когда у тебя сначала есть все, а потом ты должна уйти, пусть это в классной жизни с двумя детьми обеспечивать их. Ну, хорошо, он бы там платил какие-то копейки, но все же, да, это была бы не та жизнь, что с ним. Вот так сильно опустить свой уровень, работать какой-то прислугой потом, она на это не пойдет. Ей лучше прощать все измены, закрывать глаза, что он дома не ночует и тому подобные вещи. Поэтому запомните, девочки, что все-таки ваша независимость, она превыше всего. Нужно совмещать, чтобы от мужчины получили деньги плюс, чтобы вы всегда могли от него уйти. И не то, что просто уйти, а остаться на том же классном уровне жизни. И там этот сел ее так называемый муж, она походу у машины это все слушает, да? Как он на это все реагирует? А, зачем реагировать? Рога в потолок вперлись машины и нормально, все, зафиксировался и поехал. Как она так, знаете, презрительно к прислуге, типа, да, вот там, бедные там и так далее. Слушай, а как ты вообще будешь жить тогда без прислуги, там, без обслуживающего персонала, слушай? Не, я понимаю, что в нашем таком вот мире интересном эти все профессии, там, они 90% таких, да, вот. Они не ценятся, слушайте. А как вы жить будете без этого всего, там, без водителей, без прислуги, там, без доставщиков, без и так далее, там, без продавцов? Как они вот не понимают, что, ну, надо как бы, ну, все профессии, я, допустим, ко всем профессиям с уважением, какой бы она ни была, ну, а как, а как будет индустрия без этого человека, без конкретно этой профессии? Не, понимаю, что, ребят, ну, это, это вот, вот именно вот у них нищебродское мышление. Она чуть денег понюхала, все, что, ты что, а есть еще прислуга, да, что, бедные вы туда, ребята. Вот это называется, приехала Маня из Кацапетовки, ребята, все, 2 евро понюхала, как бы все. Я тут такая, ты что, ой, боже, даже комментировать не хочется, честно, вот, вот, честно, просто неприятно, вот, просто неприятно, честно. Ребята, хорошего дня и прекрасного настроения.